Вот и финал интересной по своей задумке истории модификации конец света 2 последний восход сегодня судьба зоны решится сможем ли мы остановить конец света или уже все потеряно если вы не видели остальные серии то очень зря а потому в описании я оставил ссылку на плейлист перейдя в который вы сможете посмотреть все серии но я по традиции желаю приятного аппетита всем кто ест пьет а также приятного просмотра Итак друзья напомню то что наших пацанов около лаба x18 и наверное уже в самой лабе да но сейчас мы это узнаем перевалили и в общем мы идем роз и развидывать здравствуйте товарищ че закрыто или намертво да может ты взломаешь сейчас такой бум или нет че будет алло он просто тут встал и все какая-то стрёмная музыка заиграла ну и решил повернуться опа смотри че ты сейчас ее не взорвешь же или взорвешь Ну ка Окей только ты бы блин братан отошел от двери или давайте я щас буду двигать Давай Двигайся говниныч Пошел ты Пацаны ну вот так вот мы и выживаем в зоне А че поделать О ура ты наконец то вздумал уйти Ура за шо меня то Дураки что ли Алло Я свой Кого там стреляя собрался дебилоид Стоять Стою А меченый да Да Как 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 ты здесь оказался Как дверь ведь посредством магии Я надеюсь мы можем обойтись без подробностей Пожалуй Погоди я доложу воронину что ты здесь Конечно Давай докладывай Как докладывают нормальные люди Воронин тебя ждет А это че он типа разбирается там Ладно в щитке я понял роется Кот от двери Семь Пять Девять Семь Семь Два Не забыть закрыть за собой Да без проблем А как я выберусь обратно А тут же можно тоже вести код Окей воронин я иду к тебе А ты все еще тут стоишь вместе с барменом Здарова бармен Как твои делишки Здарова Итак господа Если кто то не в курсе кто я Представлюсь Генерал Воронин Сейчас думаю можем сконцентрировать Да я Ты рофлишь Короче пока воронина переклинило Давайте поторгуем с барменом Возможно я че не смогу интересное купить Хотя че тут у него интересное есть Детекторы аномалии всякие У меня все это есть лол Хотя подождите Есть у меня идея Здарова Петренко Я заметил у тебя вот такую цацию Я хочу ее купить Винтовка Мосина Окей покупаю Еще сухпайков можно по приколу А чем стреляет она? Она стреляет Ага я понял Чем? И такого у тебя к сожалению нет Да? Жаль Давай мне вот это дроби Вот это вот всякого говнища Чисто тоже по приколу накуплю Скучно потому что Че мне делать пока этот дурак Разговаривает тут Все? Ты проговорил еще раз? Не подскажете как пройти в библиотеку? Из командного центра налево Еще раз налево А потом направо Рад видеть меченый Какие новости с полей? Побару пустота Темно как вы Пожалуй воздержусь от комментариев И тихо Никого нет Прямо таки никого Кроме дырявых зомби Несколько еще там гуляющих И прочих прелестей Кроме Было два человека из набата Милые ребята Ого Точно так генерал Предупредили нас о возможном нападении Последнего дня на базу Нас они тоже предупредили Поился тут один Когда в уборную шел Говорит мол генерал Есть важный разговор Мда Одним словом Конец света Точно генерал Надеюсь у вас будет работа Для такого скромняги как я У меня нет Но бармен тебя бы видеть не отказался В таком случае прошу меня извинить Ок Где бармен то ваш этот самый Вы поняли Блин ну это конечно Немножечко да глупо то что Они такие только что сказали ЭТО КОНЕЦ СВЕТА И тут такой А ну это Работенка есть А то что то скучно Ничего себе Не подкрадывайся так больше пожалуйста Не буду меченый Сразу к делу В прошлый раз нас прервали Итак я кое-что откопал по поводу керосинки Все согласились что артефакт более чем опасен От Сидрича поступило предложение Изолировать этот артефакт Отвезя его на вертолете в саркофаг Под бетонными перекрытиями Он если активируется Принесет меньший урон Ого Сидрич жив Эм мало что понял Но продолжай пожалуйста Так вот от тебя требуется следующее Добраться до кордона Переговори с Сидричем по поводу вертолета После чего там тебя уже проинформируют подробно Чудесно Транспорта не найдется случайно По совершенно случайной случайности найдется На выходе с фабрики будет стоять Долговская Нива Возьмешь ее и немедленно дуй на кордон Хорошо еще инструкции будут? Нет Только аванс за спасение мира Выражены в валюте Премного обязан Спасибо бармен Дай бог и не загнемся Точно Да Да Ну ладно текаем Кстати говоря друзья Это скорее всего финальная серия Так как конец близко И я хочу спросить у вас Какую модификацию мне начать проходить То есть я знаю то что сейчас я прохожу Народную солянку Да она никуда не исчезнет Она будет все нормально Просто я хочу типа помимо народной солянки Еще что-то выпускать и разнообразие ради Чтобы самому не надоедало чисто в солянку играть Вот это вот сидеть Ну и чтобы смотрящим тоже Кто не хочет смотреть солянку Было что смотреть Да и вообще просто смотрящим Был выбор короче У меня лично как идея сейчас В голове вертится модификация Время Альянса 3 Связь времен Ой война какая-то идет Так вот у меня сейчас В голове вертится Малификация Время Альянса 3 Связь времен И насколько я помню Время Альянса мы прошли успешно Она вам всем понравилась Припит точка отчета Я попытался Но что-то как-то не срослось Так а кто напал то я не понял Вы от кого отстреливаетесь дураки И то есть насколько я знаю Время Альянса Ну вот припит точка отчета Она была именно прологом К времени Альянса Который мы уже прошли А время Альянса 3 Это продолжение Ну вроде бы Я могу ошибаться Так вот начать ли мне проходить этот мод Напишите пожалуйста в комментариях Потому что я бы его С удовольствием начал проходить Ой блин ты что дурак Учитывая то что первая часть Мне более чем понравилась Вторая конечно Я не могу ее оценить Потому что она у меня сломалась Ну и третья Я уверен тоже мне понравится Потому что она выходила Как раз таки не так уж давно В январе 2018 И она будет явно Поинтересней по проработанию Конечно я ее уже начинал проходить Ну как начинал Я сделал просто два видосика По ней когда она только-только вышла Но сейчас я вот задумываюсь Ее именно всерьез Так взяться за нее и пройти Так а куда собственно идти Наверное вот тут у нас В аномалии надо быть аккуратней Так едем в соседнее село На дискотеку Ой меня в аномалию занесло Еще и все зависло Офигеть Нормально прилетел Здравствуйте А тут у нас эти Как их там Каперовцы Да у них же тут база Слушай Давай погуляем тут Может у них что интересного есть Я не знаю какие-нибудь квестики Да и просто в целом Посмотрим на базу У костра Мэйби кто-то Нет смотри Все просто сидят Флексят Им нормально А ты что среди них забыл? Новичок-одиночка Что дурак? Так ой ой ворота Выбиваем нормально Всегда так Перехожу на другие локации Так ну вот я собственно и на кордоне Поехали до Сидоровича Вот мне интересно на АТП Кто-нибудь будет или нет Окей я тебя более чем понял Сидорович Ой ой Здрасте На АТП тус или по всему Да бандосики Ну Давайте покладем их по старой памяти Как ты выжил? Дурак что ли? Ой ой больно больно Слушай а нифигово так Нива освещает да? Неплохо очень неплохо А Шустрова случайно спасать не надо? Да не вроде не надо Готов Так и последний где-то остался А вот и последний Так ну ща я их залутаю и мы поедем дальше Хотя наверное даже знаете пойдем Потому что на Ниве я через АТП вряд ли проеду Как-то его объезжать там что-то мудрить Не думаю что нам не нужно тут в принципе пешочком то пройтись чуть-чуть и готово Ничего не меняется Оно и к лучшему Как добрался? Без особых проблем артефакт со мной Я даже и не сомневался В общем меченый Дела у нас обстоят так Артефакт создает нам опасность ядерного взрыва или чего похуже Идея следующая Отвозим его на ЧАЭС Прячем по саркофагам За тобой прилетит вертолет И в сопровождении взвода спецназа неофициально конечно отправляешься Мне уже нравится Вот именно вертолет сейчас наряжает Сам понимаешь никто об этом якобы не знает Поэтому все дольше Да и еще В деревне сейчас твой друг ворошил Думаю вам есть что обсудить Найдется Спасибо за информацию Спасибо не шуршит между прочим Ты серьезно? Конечно нет Иди давай Когда вертушка будет готова я тебе сообщу Договорились Ну я был бы на самом деле не удивлен Сэпсидори сейчас что-то про бабло говорил О улучшенный комбинезон сталкера 134 тысячи стоит Давай посмотрим чем он улучшен Он говнище на самом деле лол 134к стоит Или сколько я за него отвалил Офигеть Да это не стоит таких денег Ладно вот он у нас ворошил Тоже добрался до кордона Стыри у тебя тушенку Че как дела? Да Да нет пап я не чокнутый стрелок Я убийца Разница в том что первая болезнь А вторая профессия Пап Пап Ты Позови маму к телефону Привет Я не знаю что это было Рад видеть как ты Лучше всех Ты сам как после складов Да нормально После этого столько случилось Что уже и воспринимается как пятнышко в памяти Ясно А теперь значит от нас на вертолете улетаешь Что? Да не притворяйся я знаю все про твой рейс в центр на вертушке Если не секрет не скажешь в чем шутка А штука точнее какая шутка дебил Да забудь у Сидорича паранойя А я вызвался помочь за скромное вознаграждение Скромное это 200 рублей и бутылка энергетика? Хе Типа того Ты же его знаешь Сидорича то Знаю Кстати пока не забыл Ты я слышал на батом интересовался? Было дело Если еще интересно то как старому знакомому скажу У зама их начальника стрелка на элеваторе с какими-то серьезными ребятами Интересно Кто сказал? Секрет фирмы В принципе если интересно можно смотнуться Мне все равно пока заняться нечем Ты как? Я не против Понеслась Ну понеслась Идем на забив Погнали Эх блин опять пешком идти Да что ж ты будешь делать А смотри он внезапно остановился Ну готов Как пионер Всегда готов Окей двинули После вас И че? И че я это поговорил чтобы просто мы теперь пошли пешком опять? Так я слышал уже звуки выстрела там на этом забиве И сейчас мы короче с ворошиловским стрелком идем аккуратненько Я слышу тушканов на остановке Мне это не нравится Ой 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 Его аномалия тупая Так ну че давай посмотрим что у нас тут В окно политое Давай подсаживай Эх Не получается Есть шанс? Там болотный доктор Считаю да Но должен заметить не я назвался всемогущим спасителем человечества И че? Че скажешь? Че не скажешь? Давай выйдем к ним Пацаны Да ну тебя Не начинай ты Ты же знаешь что он без этого не может Любимая мозоль Ага Ладно Пусть так Хорошо С этим разобрались Теперь я вертолет Не хочу вас прерывать господа Но похоже у нас гости Черт Засветились Да ладно засветились Как бы здесь я Здравствуйте Че скажете? Так 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 Теперь я совсем ни черта не понимаю Стрелок ну какого черта ты тут забыл вообще а? Так 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 Я ее притащил с собой Да ладно тебе призрак Ты чего? Это же наш стрелок Мало ли что он тут находится он вполне может это слышать и он так же в этом участвует Да Да док Ты прав Извини сегодня Тяжелый день И че с кем говорить Кому мне больше удивляться Ну призрак в чем проблема Да не обращай внимание уже весь мозг вынесли Да неважно в общем главное Будешь лететь на вертушке помня что ты должен доставить этот несчастный артефакт и при этом вернуться целиком не по частям Ничего не могу обещать Я тебе дам полудурошный Убьешься можешь ко мне не приходить Да и к доку тоже Ладно ладно самому не хочется по частям возвращаться Ага Ладно теперь извини но вам лучше бы сваливать отсюда иначе могут быть проблемы Окей до связи Отлично Ворошил собирайся Мы уходим Понятно Ворошил собирайся Мы уходим Ёпты Ой где? Итак теперь мы знаем что за ребята собирались на элеваторе и как я вижу ты их неплохо знаешь Я предпочел бы не говорить об этом Что ж куда теперь двинешься Останешься Не поверишь но я без малейшего понятия того куда нам идти дальше Базы нашей нет что с народом неизвестно Кстати краем уха слышал что-то про темную долину Мол наши там собираются Не в курсе Да я тоже слышал Там они совместную базу соорудили вроде как Твои вроде многие живы так говорят Что ж тогда двинусь туда Пару деньков отсижусь додвину Тебе уже скоро улетать так что думаю прощание будет самым своевременным Да дружище Бог даст видимся еще береги себя И ты на тех парнях на складах ты знатно приложил а? Ха да до встречи Входящее сообщение Ну ты куда там делся вертолет вылетел с базы быстро ко мне связь прервана Это наверное Сидрич вызывает нас но ок И опять пацан валяется посреди деревни просит аптечку Чё ж вы так любите это делать? Так все готово Абсолютно вертолет уже вылетел через пару минут будет здесь Сядут насколько я понял в рощице между элеватором и деревней Понял еще что то? Да во первых с вами полетит какой то лейтенант Будет руководить парадом Во вторых у этого лейтенанта возьмешь контейнер Будете лететь смотри не умничай не остри Не буду Тогда я за тебя спокоен Все сделайте и бегом обратно Про какие либо наши дела ни слова Это надеюсь ясно? Не дурак ясное дело Что еще? А да вот тебе костюмчик считай подарок лично от меня Береги себя полудурочный Куда я денусь все сделаю Да в общем давай меченый мы на тебя надеемся Ну ни пуха ни пера К черту Че за костюм то? Довольно интересная единица та 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 Короче Прикольная штука Здарова А давайте вы со мной прощаетесь? Волк шустрый толик Прикольно А так а че теперь типа? Ёб твою медь Че это было? И че вдруг посветлело? Че это за взрыв был? А че там никто не умер из пацанов наших то? Че начнём автомобиля Эта itchy Продолжение следует... Мы здесь, потому что каждый кого-то потерял или может потерять. У кого-то есть шанс, а кто-то его упустил. И теперь стараются помочь тем, у кого он еще есть. Мы простые люди. Помню только, как они грузились у нас на станции, чтобы идти сюда, в зону. Я еще мальчишкой был. Тогда все думали, что нас кто-то завоевать хочет. Умники. Конец света решил многое. Расчертил границы между людьми. Но даже в этой непроглядной тьме, как оказалось бы в безвыходной ситуации, условиях постапокалипсиса, только от нас зависит, каким будет наш свет в конце туннеля. Окей. Не, пацаны еще живы. Все нормально. Так, а что делать, с кем говорить? Или это все, это финал мода? Ничего не скажете, пацаны? Сидрич тоже ничего не скажет. Ну, что могу сказать? Кажись, это все. Это финал. Вроде как солнце вернулось. Произошел какой-то огромный взрыв. Что-то вообще непонятное, короче, произошло. Все вертолеты нахрен разорвало. И что могу сказать? Это было эпично. Это было очень классно. Мне понравилось. Ну, что я могу сказать, друзья? В общем, огромное спасибо, что смотрели это прохождение. Было очень интересно. Надеюсь, теперь вы поняли, почему этот мод один из моих самых любимых. Мне именно нравится в нем сюжет, концепция. Да и вообще, в целом, вся вот эта вот тематика. Это очень здорово. Да, еще раз, в общем, огромное спасибо всем, кто смотрел это прохождение. Если вы какого-то черта посмотрели эту часть, но не смотрели остальные, то, блин, бегом в плейлист. Ссылка в описании. Алло. Также в описании ссылка на скачивание мода, ссылка на мою группу ВКонтакте, ссылка на мой сервер в Дискорде. Обязательно вступайте. Ну и, собственно, подписывайтесь на канал, если вам нравится мой контент. Ставьте лук на это видео, если оно вам понравилось. Конца света 3, к сожалению, нету. И не знаю, будет ли. Конечно, я почему-то сомневаюсь, что будет, но... Мало ли, вдруг разработчик увидит прохождение это и захочет возродить проект. Опять же, вряд ли, конечно, да? Я что-то много о себе думаю. Я такой, типа, возражу проект. Не, дерьмо. Все дерьмо. Но, в любом случае, если вдруг мододел когда-нибудь вздумает вернуться в моддинг и запилить конец света 3, то я буду очень даже рад. А, возможно, он пилится, я просто об этом не знаю. Но, типа, вроде как. Вроде как. Я знаю то, что он не пилится. Ладно. Спасибо еще раз всем. И покедова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!